На пляже в Мамбасе идёт уборка. Вместе с прочим мусором кенийцы постоянно собирают десятки килограммов пластика. Для одной местной компании это настоящее сокровище. Она скупает отходы и пускает их в переработку. На небольшом заводе пластик сначала измельчают, а потом формуют. Получаются прямоугольные листы. Это стенки будущих морозильных камер. «Мы позволяем решить проблемы хранения мелким предприятиям, которые участвуют в образовании цен на рыбу. Морозильные камеры помогают им стабильно увеличивать доход и сокращать убытки». Мамбаса находится на одноимённом острове в Индийском океане. Рыболовство здесь развито. Но мелкие предприятия и отдельные рыбаки теряют много прибыли из-за того, что у них нет холодильников. «У нас большие проблемы с хранением. Когда мы ловим рыбу, её негде хранить. Мы кладём её в лёд. Но при транспортировке начинаются проблемы. Лёд тает, поскольку на солнце жарко. Рыба может испортиться, и у нас будут убытки». Компания делает большие морозильные камеры для рыболовецких судов, а также для рыбных складов. Кроме того, она выпускает маленькие камеры на 70 литров, которые можно перевозить на мотоцикле. Они работают от аккумулятора, а тот, в свою очередь, заряжается от солнечной панели. Двухчасовой подзарядки на солнце хватает на шесть-семь часов работы. Стоит такая камера 700 долларов. Можно купить в рассрочку. Стартап работает уже три года. За это время продал более 350 морозильных камер. В числе клиентов также продавцы птицы и льда. Сотрудники компании устанавливают в камеры специальные устройства, которые следят за исправностью изделия. Когда надо, их ремонтируют.